Политические интриги, головокружительные погони и любовь на Первом канале. Сегодня стартует новый многосерийный фильм «Петля Нестерова». Главный герой участковый из Подмосковья, который оказывается в центре противостояния КГБ и МВД. В начале 80-х расследуя кражу картин, он становится двойным агентом и свидетелем борьбы за власть в партийной элите СССР. Слышь, герой, еще раз пацана хоть пальцем тронешь? Я тебе такую явку с повинной устрою, загремишь у меня на 15 суток! Деревенский участковый Кирилл Нестеров и без погон при исполнении. Для него нет чужой беды. И когда соседского мальчика пришлось спасать не только от пьяного отчима, но и от тюрьмы, сделал все, чтобы разобраться, откуда у подростка краденые картины. А когда ребенка нашли мертвым на дороге, понял – дело непростое. Капитан, не могли его здесь бить. Это же проселочная дорога. Он все время пустырем ездил. Убили его. Что? Генера к соседу, генералу МВД Королеву. Разочарованный в начальнике Кирилл – лучший кандидат в агенты, которых готовит КГБ, чтобы выявить хищение и коррупцию в рядах милиции. Генерал давно в разработке чекистов, но Кирилл должен собрать доказательства и выйти на преступников повыше. И главная цель – сам министр внутренних дел Николай Щелоков. Материалы на твое министерство и на тебя Андропов принес. Повинишься, я не буду читать. Это противостояние называли войной генералов двух армий. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Глава КГБ Юрий Андропов даже после ухода из ведомства не перестал искать компромат на Щелокова. Считал, что погрязшая в коррупции МВД гниет с головы. Генсек уже болеет и в министерских кабинетах вовсю готовится к борьбе за власть. И исход ее во многом зависит от информаторов. Вербовать их Андропов послал своего лучшего офицера. В стране глядут большие перемены. Будет такая борьба за власть, что камня на камне не останется. И те, кто знают слишком много, сильно рискуют. А твоя задача знать еще больше. Это смертельный риск. Тут либо ты их, либо они тебя. Там даже нет момента четкого разграничения, где происходит манипуляция, а где истинное, искреннее отношение к человеку. Это уже в его природе. Если он манипулирует, а он Кириллом манипулирует отчасти, он это делает нисколько не сомневаясь в своей правоте и служит просто без остатка. Насколько эта тайная служба и опасна, и трудна, Кирилл испытает очень скоро. Увидит изнанку, на первый взгляд, благополучной советской родины. Найдет друзей среди тех, кто казался врагами. И наоборот, разочаруется в тех, кому верил. Он верил в идею. Он привык соблюдать букву закона. Но просто когда он погрузился в это внутрь, все это перемешалось. И стало непонятно, кто прав, а кто виноват. И кажется, только любовь незыблема. Неподступная Рита, искусствовед из музея, сначала помогла лейтенанту Нестерову раскрыть дело с картинами, а потом впустила в свое сердце. Он, безусловно, такой, знаете, романтический, честный советский герой. Вот абсолютно из тех советских фильмов. Честный человек. Но она оказалась достаточно рисковой девушкой. Бегает от бандитов вместе с ним. И, в общем, готова участвовать во всем. Я у тебя пожел пока. Что? С папой поссорилась. Между прочим, из-за тебя. Не разрешает нам встречаться. А мы с тобой разве встречаемся? А разве нет? К этому противнику Рита оказалась не готова. Соперница – дочка генерала Королева Ольга. И противостоятие опасно даже самому Кириллу. Рискует заданием. Так что ему приходится вести двойную жизнь и на сердечном поле. Маневрировать каждую секунду, показывая высший пилотаж. Чтобы петля судьбы, в которой оказался Нестеров, не затянулась вокруг его шеи. Ребята, работаем в захват. Пошли! Низа Усманова, Мария Емельянова, Маргарита Шилла и Максим Клюфеев. Первый канал. Итак, петля Нестерова. Первая и вторая серии фильма. Сегодня сразу после программы.